всем привет в этом видео я покажу как можно будет сделать а деформированную дверь и так один из подписчиков мне написал попросил чтобы я об этом сделал видео и так как раз вот для тебя так давайте к ящики мы уберем и так на скрип кстати сейчас кусочек видео вам вставлю покажу тот момент который он мне показал и хочет реализовать это я сделаю почти то же самое только я не буду делать а полностью скрипт целиком я лишь только покажу как можно сделать деформированную дверь и чтобы она исчезла здесь я сделал простой обычный браш с текстурой двери просто накинула все и и соответственно скопировал чтобы у меня была копия на всякий случай далее но я также сделал так сейчас уберем ее здесь я как раз уже сделал ту деформированную дверь она из брашей сделано точнее она сделана из треугольников как вот вы видите у меня получилось грубо говоря такая пятиконечная звезда вот вот этот кусок я старался взять из оригинала того видео в котором вы видели там примерно практически такой же браш исчезал вот я это тоже также примерно сделал делал из треугольников здесь вот раз прорезь и здесь вот два здесь получается три треугольника сделать их можно используя этот инструмент вы просто берете создаете квадрат обычный где он у меня вот вот этот квадрат берете дальше инструмент вертекс нажимаете на эту точку и тянете ее на другую белую точку вот и все и у вас получился такой треугольник а вот таким методом я сначала вырезал под а этот под эти вот точки которые вот есть вот здесь вот они раз два три 4 5 . у меня вот под эти точки как раз разрезал всю дверь превратил в браши вот потом их объединил а нет не объединял я потом брал целиком один браш сейчас вот здесь вот покажу он здесь меня копия двери вот я брал этот браш и соответственно далее выбирал инструмент вертекс и выделял вот эти вот точки они сначала как раз и были вот в таком положении вот как раз и я потом выделял эти точки и тянул в сторону чтобы у меня получилось такая вот наклонная наклонный браш вот но будьте осторожны внимательны и потому что с этим инструментом нужно работать осторожно потому что когда вы двигаете браша в сторону в любую сторону наклоняете делайте какую-то особую форму из этих брашей то у вас возможно появятся какие-то проблемы с брашем после того как вы их выровняли вы нажимаете карту и проверить на ошибки если у вас ошибок нету это хорошо если у вас какие то есть ошибки в брашах он вам покажет и предложит их исправить но исправит он вам там в общем там кривое все будет поэтому с этим инструментом работайте очень осторожно далее после того как я уже сделал вот эту готовую дверь эти браши я объединил в один и все а этот браш соответственно я перевел в класс фанк вол здесь ему задал имя стена 2 из атрибутов я по-моему больше ничего не ставил до флаги тоже не ставил кстати по поводу вот этого флага а если допустим вам нужно допустим когда вы загружаетесь на карту чтобы этого объекта при старте не было вы нажимаете оставляйте этот флаг и он исчезнет вот если вам это сейчас не нужно то вы этот флаг не ставьте мы можем сделать так чтобы этот объект исчез при по при помощи мультименеджеры допустим ну или триггер рилей может это сделать так из этих атрибутов я до больше ничего не ставил далее возвращаем дверь так вот она дверь первая она тоже у меня переведена в класс афанк вол тогал имя у нее стена 21 флаг я тоже никакой не ставил атрибуты другие тоже я не ставил они в принципе для этого как бы не нужно ну и последняя хотя нет не последняя я сделал вот такой вот ящик у него текстура металлического ящика имя я ему задал но такое далее указал ему на активацию мультименеджера далее здесь поставил 50 чтобы он с его можно было быстрее сломать а здесь выбрал материал металл по-моему из этих атрибут а ну еще да здесь поставила рандомное этот выбрасывание кусков металла ну и в принципе все из этих вроде атрибуты и ничего не ставим во флагах тоже ничего не ставил ну и последнее это мультименеджер далее здесь вот создаем первый это вол 1 то есть первая стена она будет пропадать сразу после того как ящики сломаются и через одну секунду пропадет тот кусок с двери и которая должна пропасть в которую должен влететь и этот газовый баллон но у меня его нету поэтому покажу без него вот в принципе как бы все здесь также можно не один поставить а 0.5 но это уже надо по времени смотреть высчитывать и вымерять вот в принципе с этим у меня все это самая легкая самая простейшая и так эту модель мне надо перевести из этого состояния перевести вот в спрайт а для чего это я делаю для того чтобы некоторые модели у них вот здесь вот посередине есть невидимый объект через который игрок не может пройти но он будет с ним сталкиваться это будет не реалистично поэтому я его перевожу в этот в этот энтити для того чтобы модель у нас была здесь на карте в игре ее будет видно а на карте вот здесь вот в редакторе ее не видно вот поэтому я заранее сделал а вот эти обычные браши по форме этого на этой тележке чтобы через нее игрок как раз и в тех местах где он не должен пройти он не проходил вот это учтите очень бывает полезно как вы видите дверь ровная теперь можно ее уничтожить вот увидели дверь как будто против с деформировалась и исчезла кусок браша он исчез ну да здесь я текстуры не выровнял но в принципе и не страшно для урока пойдет вот примерно такой урок вышел надеюсь кому-то это будет интересно полезно и хочу сказать огромное спасибо всем тем кто репостит мои видео кому это нравится я это вижу в принципе по возможности делаю какие-то уроки для вас вот вот но так в скором времени вот я уже сейчас начал заниматься одним проектом эта модификация сделал только одну карту но в будущем я не знаю сколько смогу сделать постараюсь конечно сделать 10 карт и и там по возможности я буду показывать что я конкретно делаю вот и в принципе может быть кто-то заценит кому-то понравится вот ну а на этом у меня все всем спасибо всем пока а а а